У всех есть пара. Ах, да. Не у всех. Сердце Ивлеевой. 11.11 ноября. Даже у цифр есть пара. А у Насти нет. В пятницу в 7 вечера. Привет, ребята! Мы сейчас собираемся поехать на дачу, хотя время уже очень-очень поздно. К нам сегодня приходили в гости родители, потому что мы давно не виделись, и постоянно не удается пересечься, потому что то кто-то на даче, то кто-то там где-то в Москве, то мы и на даче. Ну, короче, фокус. Не удавалось нам пересечься, поэтому мы решили встретиться у нас. И по нашему плану вообще мы должны были поехать на дачу завтра. Ну, мы подумали, что ждать? Пойдем сегодня. Поэтому сейчас я буду собираться, разбираться. У нас тут были мини-посиделки. Практически все со стола убрано. У нас была рыбка в духовке. Я уже все помыла, убрала. Вот, видите, уже одна партия посуды постиралась. Там что-то. У нас была курочка. Мама приносила, жарила, потому что Санек не очень любит этот самый рыбку. Рис был, салатика три у нас аж было. Вот такой. Точно такой же, только с майонезом, с зеленью. Еще капустный был. Вот такие всякие штучки, дрючки, закусочки. Ну, короче. Классно, конечно, посидели. Осталось только навести дома порядок. У нас, в принципе, дома чисто, но мне нужно собрать вещи. Я как раз только что наряжалась, снимала рекламку. Тут есть у меня рисунки Саши, моего брата. Ну, это как рисунки? Это просто он буковки рисовал, а так вообще он, знаете, какой талантливый. Капец просто. Ну, реально очень классные рисунки рисует. Как-нибудь я вам обязательно покажу, потому что, наверное, он какие-то собрал, забрал. Но посмотрите, ребенку, сколько ему, 10 лет? А он именно всякие какие-то графические, там, не графические. Ну, мне кажется, он будет каким-то дизайнером, может быть. Не знаю, видите, разные буковки рисовал. Конечно, он все буквы знает, писать умеет, все. То есть, он просто именно, ну, видимо, буковки по-разному хотел изобразить, разные шрифты в духе, знаете, как... Ну, короче, не знаю. Талантливый, горжусь. Он забыл карандаш, и я вот все, что нашла, какой-то вот такой карандаш дома, еле как смогла его поточить точилками для губных карандашей. Не знаю, он как-то вообще не точился. Видите, какой-то страшный кривой. Короче, сейчас я это все здесь уберу. Вот это все уберу. Я сейчас обратно переоденусь в спортивный костюм, чтобы было удобно. Соберу какие-то вещи. Много вещей брать не хочу. У нас, в принципе, все, что нам нужно, есть на даче. Обязательно мне нужно собрать косметику. У нас новый утюг. Здесь фотик большой. Я не буду брать профессиональный. Нафиг он нам не нужен там. Фоткаться там я не планирую на такой фотик. Мы поедем на дачу ненадолго. Мы скоро вернемся в Москву, потому что Славе нужно к зубному. Мне тоже нужно будет по делам другим. И поснимать что-то надо будет. Контент и так далее. Но в любом случае решили поехать, потому что мы давно там не были. А у нас теперь там по большей степени даже там больше дом, чем здесь. И мы, конечно, переживаем, что мы там уже давно не были. И хочется скорее тоже туда приехать. Ну и просто, в принципе, мы любим на даче тусоваться. Там и воздух хороший, и голова не болит. Все, это уже, знаете, возраст. Вивочка там счастлива бесконечно. Так, мне главное ничего не забыть. Да, что я хотела, что я хочу. Так, это мне не надо. Нажму палетку. Вот, буду снимать там летсплейчики, наверное. Какие-нибудь. Не знаю, что из влогов снимать. Еще к бабушке надо заехать будет обязательно. А то тоже давно у них не была. Так, а это что за помиды? Какая-то Диор. О, красная клак. Я возьму. Хочу что-то губы я красным накрасить. Не знаю, давно не красила. Так, клак брать не буду. У меня там есть. Мы это уже проходили. Собирать нега. Ну, выпрямитель точно возьму, да? Если я не буду брать, наверное. Выпрямитель просто возьму, да. Сейчас, думаю, быстренько соберемся. Не знаю, не хочу ничего лишнего брать, поскольку мы ненадолго на даче. Ну, как ненадолго? Дней на пять-то точно. Может, побольше. Не знаю. Но для меня это уже недолго. Я думаю о том, чтобы начать смотреть Великолепный Век. Мне кажется, на это очень жестко подсаживаешься. Я не знаю, сколько там сезонов, но я знаю, что очень много. И я вот думаю, блин, может реально начать смотреть Великолепный Век. Я прекрасно понимаю, что если я начну смотреть Великолепный Век, то это все. Это трэш. Это, можно сказать, человека потеряли. У меня на даче полно всяких разных вещей. Если я даже захочу видео снять, пофоткаться, хочется просто что-то такое удобное взять. Ну, знаете, такое свободное, не суперсветлое. Все-таки на даче мало ли. Вот интересно, за грибами можно еще сходить? Или уже все, поезд уехал? Просто я в начале ноября. А можно за грибами, интересно, сходить? Сегодня, кстати, 27 октября. Соскучилась по даче, по котлетам, по дням, когда приходится что-то готовить. И другого варианта нет. Если что-то не приготовишь, то все. Я даже не знаю, соскучилась. Нет, я вообще думаю, может быть, заказать сейчас доставку продуктов каких-то, чтобы, ну, не заезжать. Ну, в любом случае неохота сегодня никуда заезжать. Но я просто думаю, может, реально заказать продукты, ну, типа элементарные какие-то там, агуртики, тру и доры, чтобы салатик можно было сделать. Потому что у нас, конечно, что-то дома есть. Хотя, по-моему, я сегодня все на салаты пустила. В общем, в любом случае, думаю, заказать, вот, даже для того, чтобы завтра никуда не ехать в магазин. Ну, типа, что, сразу приехали, сразу в магазин ехать. Хотя так обычно и происходит, так обычно и делаешь. Но единственное, что я хочу взять, это свой вот такой вот зеленый костюмчик. Он мне так нравится. Чему же? Прикольный костюмчик. Вот его я возьму. Вивен костюмчик. Кстати, я Вивечке купила красивую кофточку. Моя хорошенькая. Да, пуговка? Сейчас мы с тобой все уберем и поедем на дачу сегодня. Поедем на дачу? Эту кофточку не буду брать. Хотя она такая красивенькая. По-моему, у меня там серая такая есть, так что все, мне, в принципе, ничего не надо. Просто, когда мы ехали с дачи сюда, в Москву, пришлось много всего взять, много одежды новой, потому что мне нужно было в этой одежде пофотографироваться. Даже не то, что там для рекламы, а просто, ну, как бы новые луки, скажем так. И как раз мы с Катей делали фотосейшн. И надо было какие-то образы, понятное дело. Вот, и мы их снимали, поэтому... Поэтому надо было много всего привезти с собой. Еще вот эти два чемодана надо забрать, потому что в одном просто трэш. В одном очень тяжелый. Я вам покажу, когда будем на даче. Там все шарики, которые у нас стояли на шкафу. Вот эти водные, которые с разных стран, которые у тебя стоят такие красивые. Если потрясти, там что-то плавает, блестки, например, какая-то, не знаю, достопримечательность города, еще что-то. Ну, короче, вы поняли, о чем я говорю. И у меня таких там полно стояло. И я подумала, да ну нафиг, отвезу-ка я их на дачу. Единственное, что то, на чем они стояли, такая полка навесная была у нас над телевизором, вот здесь висела. Но ее мы убрали под кровать, потому что она достаточно тяжелая. И я не знаю, есть ли смысл везти ее на дачу, если честно. Поэтому пока, короче, такого делать мы не будем. Я сейчас похожу, все поубираю, поразбираю. Надо будет продукты собрать. Зубные щетки у нас там есть. Все, мы сделали так, чтобы у нас и здесь, и там были зубные щетки. Вот все такие моменты у нас есть. Что я сюда привезла? Я сюда привезла только гели для душа наши любимые. Умывалочки мои все любимые. Сейчас я только вот такие ингредиентики соберу, мои уходики, которые со мной всегда катаются, понятное дело. У меня тут целый, целый куча всего. Так, сейчас надо убраться на кухне, перед этим все вытащить из посудомойки разложить, и потом загрузить, следовательно, все сверли новой. Так. От одиночества спасенья не ищу. Сыдая ночь меня поймет, я знаю. И мысли о тебе превращаются в шум. Изнутри обжигая, я делаю глоток. Ты меня просишь остаться. Твои глаза, вот бы мне в них потеряться. Я в метро, твоя станция мимо. Мне казалось, ты была такой счастливой. Я в метро, твоя станция мимо. Мне хотелось, чтобы ты была счастливой. Привет, ребята! Мы на даче, и у меня пижамная вечеринка. Сегодня... Какое сегодня? 30-е, по-моему, сегодня октября. В тот день я не снимала. Потом, после того, как мы собирали вещи в Москве, ну, вы видели, я вам показывала. Вот, потом я ничего не снимала, потому что я, во-первых, дома смыла макияж, и было темно, и мы ехали, потом устали. Приехали достаточно поздно. Ну и, собственно говоря, зачем было снимать ночную дорогу? На самом деле, я уже несколько дней в пижаме. Ну, ладно, вчера мы выезжали в город, забирали посылку, которую сейчас я буду вместе с вами распаковывать. Я очень жду, хочу посмотреть, что там да как там, потому что в одном из влогов я делала распаковку, как раз-таки открывала такую коробку, тоже посылку, и там были в основном мужские вещи. А сейчас пришла посылка уже с моими женскими вещами, поэтому мне не терпится посмотреть, что там, как там, что-то померить, может сразу нарядиться. Сегодня у меня в планах доснять этот влог, смонтировать его. Я заплела косички, с одной стороны получилось хорошо, с другой стороны не очень. Ну, впрочем, ничего нового. Накрасилась, ну, как-то привела себя в порядок, потому что последние дни я вообще не крашусь. Реально вот в пижаме постоянно, потому что мы подсели на... Я даже не знаю, зачем мне это надо было. Я так и знала, что так и будет. Мы подсели на Великолепный Век. Посмотрели уже, наверное, серии 11, первого сезона. Изначально я спросила у подписчиков в Телеграме, типа, ребят, рекомендуете смотреть Великолепный Век? Потому что очень многие смотрят Великолепный Век, постоянно пишут. Я много раз видела вот эти приколы, типа, Александра, я Хюрем. Вот это все. И я, ну, как-то была не в теме, понятное дело, потому что я не смотрела. Но я знаю, как бы, что этот сериал давно снимают, он давно выходит. Там его еще, там, я не знаю, маленькая, наверное, была, если он там с 2011-12 года. То есть, грубо говоря, я наверняка видела, как его, там, крутили по телевизору, смотрел кто-то там бабушки, не знаю. Ну, мама, нет, но бабушка там точно смотрела что-то такое. И я Славе говорю, давай смотреть, давай смотреть Великолепный Век вместе. Он говорит, нет, типа, во-первых, самое любопытное, интересное, что Слава, наверное, даже больше знает про этот Великолепный Век, чем я, потому что он периодически там с бабушкой смотрел. Даже не то, что он сидел смотрел прям, а просто его бабушка смотрела тоже. И он был, как бы, свидетелем и тоже втягивался. Он говорит, это ужасно, сериал втягивает, затягивает, поэтому, типа, нет, я не буду смотреть. Первую серию я посмотрела без него. На вторую серию он просто пришел ко мне, я в кровати лежала, смотрела, так уютно было вообще, еще дождик за окном. Ну, хотя сейчас хорошо, но до этого был град, прикиньте. В итоге со второй серии мы начали смотреть вместе, и оба не можем оторваться. Я ему уже говорю, ну что, пойдем смотреть Великолепный Век? Он говорит, да, пойдем. Короче, это угар, конечно. Это угар, но я рада. У нас тут такая конструкция, потому что мы не хотим, чтобы Вивьена поднималась на второй этаж. У нас там стоит ловушка для мышки. Вы не поверите, мы поймали мышь. Буквально сколько? Ну, вот когда мы в прошлый раз были на даче, мы же в Москву уезжали, были в Москве. И вот перед тем, как ехать в Москву, мы поймали мышь. Это был просто трэш. Короче, с одной стороны, жалко мышка, а с другой стороны, ну, блин. Короче, мы-то надеялись и думали, что, может быть, мышь одна. Но нет, прикиньте, одну мы поймали, теперь у нас, оказывается, еще вторая есть. Она тоже скребется, пугает, и непонятно, где она находится. Иногда мне кажется, что она вот-вот откуда-то выпрыгнет на меня. Ну, короче, ужас. А еще мы посмотрели сериал корейский про зомби. Называется «Мы все умрем». Ужас. Название «Жесть». Ну, я не могу сказать, что мне прям понравился сериал, что я прям в восторге, если честно. Ну, так, типа, было любопытно посмотреть, но меня немножко он достал под конец. Ну, Господи, ну сколько ж можно уже, а? А бренд называется «Ясбай», что ли? «Ясбай». Так, что это такое XS? Что это? Топ, наверное. Да. Надеюсь, он мне пойдет по размеру. Я смотрю, тут все XS. Наверное, надо было мне брать S-ку. Хотя, я смотрю, вроде тянется хорошо. Я думаю, что XS тоже будет норм. Так, меня больше интересует вот это. У-у-у, как здорово! Парные костюмы! Просто я в каком-то влоге, типа, блин, парные вещи. Это такой бред. И я сейчас парные костюмы. Я заказала два одинаковых парных костюма. Так. Вот такие вот лосинки с жопкой. Можно будет прям сейчас померить. И я думаю, что... Ну-ка. Да, это комплект. Такой комплект. Так что сейчас посмотрим, померяем. Ой, да тут много лосинок с жопками. А-а-а, классно! Очень классно! Так, а это что? Мне кажется, что-то переложили слишком много. Мне кажется, положили что-то лишнее. Ладно, мы с этим разберемся позже. Я пока смотрю, что это. Так, здесь такие классные штанишки. Круто! Очень круто! Вау! Не знаю, хорошо я там видно. Ну, штанишки класс! Они должны быть не на талии, не вот здесь, а вот тут, типа. Такие, поняли? Ну, надо будет померить, конечно! Так, что-то фиолетовое. Вот такая куртешечка. Блин, такие прикольные у них вещички. Такие, ну, спортивные, как будто бы, более такой стрит. Так, это, по-моему, белишка какое-то. Такие вот трусишки интересные. Ну, тоже такое, типа, спортивное. Ну, на самом деле, конечно, это безумно удобно. Намного удобнее, чем женские тоненькие трусики, как мне кажется, да? Но, ну, не знаю. Я думаю, что тут кайф в том, чтобы вот здесь штаны были, а вот эта надпись торчала. Ну, типа, знаете, так тоже носят модницы. Так, и вот такой вот лиф прикольный. Хочу его померить, интересно, как он мне. Прям подтягивает хорошенько. Клёво. А там ещё сзади можно регулировать, так что... Так что улёт. Такс. Ну, как вам? Скажу честно, я думаю, мне нужно смириться с тем, что, наверное, мне уже надо брать не XS, а S. Я же ещё на 5 килограмм поправилась, хотя мне никто не говорил, типа, то, что я стала хуже выглядеть. Я, конечно, стала побольше, я это ощущаю. По мясистее, типа, ну, и руки как-то побольше тоже. И вот здесь вот всё побольше стало. И живот у меня обычно был такой прям вообще плоский-плоский. А сейчас бывает иногда, что вообще не плоский. Но сейчас ничего. Я проснулась, ещё ничего не ела. Ну, такой спортивненький стилёчек. Прикольно. Так, тут есть ещё такие фиолетовые, такие зелёные, тоже штанишки с топом, просто без лямок, видите? Вот так вот. Но, блин, я что-то уже боюсь. Что-то как-то это. Что-то очень много у меня всяких топиков. И я прям даже столько не сдала. Вау! Мамочки, какая штучка. Это как-то так, и нужно завязывать. Как всегда, с этим надо будет очень долго, мучительно разбираться. Но я думаю, что разберусь. Ладно, давайте посмотрим. Попробую померить вот эту курточку. Я, кстати, спрашивала как-то у своих подписчиков в Телеграм, по-моему. Или во влоге. Я уже забыла. Спрашивала, нравится ли вам, чтобы я во влоге тоже мерила вещи, показывала распаковки какие-то. И мне все написали то, что да, да, давай, это интересно, прикольно. Поэтому показываю. Блин, какая классная куртка! Конечно, на зиму вообще не классно. Конечно, это вообще не зимний вариант. Мне так нравится её фасон. Классно? Она такая прям пышечка какая-то. Не знаю, мне кажется, с штанами тоже высокой талии будет офигенно. Что думаете? Ещё с такими классными тапками! Дурнушка. О, какие классные карманы! Ё-моё! Супер милашка! Так, вот мне всё же интересно, а это что такое? Почему три? У меня чувство, что просто случайно положили третью кофту. Потому что это прям непонятно мне. У них один размер, как я понимаю, да? Смотрите, это длинная. Давайте запоминать. Вдруг там есть просто покороче. Так, это штаны. У меня как будто бы, она как будто по цвету отличается. Возможно, это... Так надо. Подождите, она тоже длинная. Так. Они по цвету отличаются. Они реально отличаются по цвету. Мне нужно освежить в своей памяти, что я заказывала. Открыть переписку. А это... Да такая же она. Короче, две одинаковые кофты, одна другого оттенка. Ну, две одинаковые, они так и должно быть, они к костюму должны идти. Два одинаковых таких бежевых костюма. Для нее и для него. Вот. Вот такой смысл. А это что-то другое. Ну, тоже классно. Я ее прям сейчас не надену. Так. Хотя мне будет жарко в таком, наверное. Так, ну ладно. Ну, я останусь в этих штанах. Хотя не знаю. Они удобные, в принципе. Останусь в этих штанах, наверное. Потому что что в пижаме ходить. Все это хорошенько разложу. О, тут еще куча-куча разных топиков. А, вот этот топик с этими штанами. Такой хаки, типа. Или что это, серый какой-то. Даже не хаки. Короче, вот эти штаны. Вот так вот, коротко. Блин, жалко, что только сейчас посылка пришла. Ну, она пришла... Когда мы были в Москве, но она пришла сюда, на дачу. Поэтому я бы не успела, понятно, съездить, забрать на дачу посылку. Приехать в Москву пофоткаться. Короче, вот так вот это все. С этим топом. Эти штаны. Прикольные. Я думаю, очень красиво. Так. Еще один такой топик. Так, я это все отнесу в комнату. Надо это все разложить. Штаны я пока распаковывать не буду. И так понятно, что классные. Вот. И потом, как обычно, поедем в Москву. Мне надо будет это все с собой взять. Я надела кофту и пока надевала, зацепилась за вот этот торчащий тупой волос. Придется переплетать эту сторону. Я это ненавижу. Просто ненавижу, когда не получается с первого раза. Так. Топов тут, конечно, закачаться. Я даже не знаю, хочу ли я все распаковывать. Так в пакете хотя бы аккуратно лежит. А еще надо здесь навести порядок, потому что, как я сказала, последние несколько дней просто состояние смотреть сериал, ничего не делать. И классное состояние, скажу вам так. Кстати, по поводу Принглс. Помните в каком-то из блогов? Да, в предыдущем, по-моему. Мы ходили по магазину. Я сказала то, что я начинаю замечать, что чего-то не хватает. Так вот, по поводу Принглс. Мы его нашли и не один раз, и в разных местах, и на заправке видели, и в другом магазине видели, и купили, и все оказалось нормально. По поводу техники, ну, понятно, что с логистикой проблема. Короче, не знаю, в общем, странное чувство, потому что некоторые нагнетают, что якобы чего-то не будет, что-то пропадет. И я думаю, что это правда, конечно, что-то пропадет, но... Ну, не знаю. Когда мы ехали сюда в Москву, мы заехали в магазин круглосуточный у нас на районе, и там мы увидели колу казахстанскую. Как-то Слава сказал, ну, что-то в духе какой-то там импорт. Ну, типа, двойной такой импорт. Слава уехал сейчас менять колеса на своей машине на зимнюю резину. Когда мы были в Москве, он отвозил мою машину. На кухне здесь тоже срач, скажем так, потому что я готовила омлет Славе с колбаской. Я не очень такую люблю. С докторской колбаской омлет, а он вот любит. А вчера ночь мне приспичило поесть яйца. Кстати, я их и сейчас поехала. Я не знаю, почему я обожаю эти яйца. Это просто ужас какой-то. Так, переставила, потому что там постоянно камера скатывается. В общем, я уже привыкла, что мы живем с мышами, но меня это достало, если честно. Какого черта? Знаете, с одной стороны, жалко мышек. Ну, реально жалко. Всех существ... Господи, птичка. Всех жалко. Камера садится. Ну, черт возьми. Так как Слава уехал, я подумала, может быть, сказать ему, что он что-то купил в магазине. Типа яйца, которые у нас заканчиваются. Ну, закончится, наверное, сейчас я их съем. Еще что-то. Но, потому что я подумала, что если мы завтра поедем на дачу к моим родителям, ну, просто в гости у моего брата Саши сейчас каникулы, поэтому они сейчас на даче. Каждый день гуляем, ходим, семечки кушаем. Нормально. Хорошо мы время проводим. Нам нравится. Сейчас вот кофеечек себе забабахаю. Странно. В общем, считается, что яйца не очень-то и полезны. Ну, типа белок, зимотнее предстояние. Напишите в комментариях, чем мне полезно есть вот такие яйца. Ну, ветер там, конечно. Ну, типа сыры наполовину получается. Не знаю, мне это так вот... С одной стороны, вроде не то, что прям вообще очень вкусно, но вкусно. Не знаю, прикольно прям. Напишите, что вы любите кушать на завтрак, потому что, я не знаю, у меня на завтрак всегда либо бутерброды, либо яйца, либо... Ну, в основном, бутерброды, яйца. Ну, то есть яйца, это может быть омлет или... Ну, вот как сейчас, вот это, типа, глазунья. Кстати, вы видели то, что KFC теперь будет называться Ростиксом? Это так забавно, потому что я помню, когда Ростикс был, и он начал называться KFC. И я очень долго говорила, типа, пошли в Ростикс, пошли в Ростикс, типа, а это уже KFC был. То есть, в общем, ничего нового. Мне абсолютно пофиг, как называется то или иное заведение, если там по-прежнему вкусно, замечательно. А вообще, с каждым, даже не годом, с каким-то разом, ну, я не знаю, что, с какой-то ситуацией, мы каждый раз со слабой убеждаемся в том, насколько мы разные. Разные не в том плане, что, как бы, ну, как-то говорится, знаете, в духе, вот, у нас там отношения сошли на нет, потому что мы разные. Нет, это не эта история, что у нас там все плохо, наоборот, у нас все хорошо в отношениях, но это забавно, что, например, я люблю, например, яйца вот такие глазунью, а он любит омлет. Я люблю там чай с сахаром, он без сахара. То есть, вот много вот таких разных мелочей, которые разные. Я люблю салат с майонезом, с зеленью, а он не любит такой. Он любит салат без майонеза, просто с маслом и с луком. Ну, короче, и это забавно, потому что таких штук очень много. Смотрите, какая у меня фоточка стоит. Рассказываю. Когда мы были в Москве, Слава подарил мне шикарный букет роз. Вот фотка, как это выглядело, когда подарил. И на даче тоже первый день все было шикарно, но почему-то они так быстро склонились к своей бутончике. Я думаю, потому что у нас здесь была жуткая жара, духота, и я только сейчас решила, что, наверное, надо подкрывать окна в доме. Пусть хоть воздух зайдет. Потому что, видите, у нас тут даже вас больших нет, и я одну часть поставила сюда, другую часть поставила сюда. Еще от них такой был запах сумасшедший, прям такой сильный, насыщенный. И опять же таки, это потому, что у нас были закрыты окна. Как только я начала открывать потихоньку хоть какие-то окна, здесь уже стало по-другому. Ну, не знаю, я, конечно, грущу. Можно, конечно, попробовать отрезать им еще и попки. Ну, я не знаю, поможет им это уже или нет. Почему такие блики? Вот. В спальне вообще трэш. Во-первых, тут маленький песик. Видите? Вот он. Грустный, малыш. Все вот это надо разложить. Как мы приехали, я не все разложила. Что-то разложила, что-то не разложила. Здесь тоже все протереть, убрать мусор. Короче, хочу навести порядок. Хочу навести порядок, сделать какую-то чистоту, как обычно. Раковина тоже у нас опять вся желтая. Нам надо как-то собраться уже, я не знаю, заказать эту штуку, чтобы приехали, взяли пробу воды, поставили нам фильтр. Но все, никак руки до этого не дойдут, потому что постоянно есть что-то более важное, что-то более нужное сейчас. Какие-то растраты другие, которые более, не знаю, первостепенные, что ли. за окном грусть, печаль, тоска. Блин, скоро у меня днюха в декабре. 25 лет. Трэш, просто трэш. Теперь, когда мне исполнится 25, я буду ближе к 30, чем к 20. Я пока об этом не думаю, не заморачиваюсь, конечно, меня это пока не сильно волнует, тем более возраст, это просто цифры, но в любом случае все равно. Кстати, помимо всего прочего интересного, мне нужно разобрать чемоданы. У меня здесь есть всякие классные штучки. Вот этот чемодан безумно просто невероятно тяжелый. Я даже не знаю, как за него браться, с ним сражаться, разбирать его, потому что это трэш. Мне надо подняться наверх, но я безумно боюсь подниматься наверх, потому что я знаю, что на втором этаже есть мыши. Так. Окей, это у нас получилось. Я привезла сюда кучу разной косметики, всего-всего, что мне дарили, что у меня лежало дома, потому что я смогу здесь это разобрать, этим начать пользоваться, либо если поедем к маме на дачу, ей что-то сразу отвезти. Вот в этой коробке шарики, и вот в этой коробке тоже шарики водяные. Заодно разберу чемодан. Здесь тоже куча-куча подарков, косметики. А здесь ботинки Славы, которые мы привезли на дачу, чтобы они были здесь. Здесь им уже самое место. Закрываем чемодан. Я не знаю, куда девать мне эти шарики. Они прикольные, конечно, классные, но куда их ставить, куда их девать, честно, вообще, в душе не чаю. Даже мыслей нет никаких, куда же мне их поставить. Тут нет никакой полки, да и захламлять не хотелось бы. При этом, это же, при этом, это что-то классное, что я собирала. Тоже не хотелось бы, чтобы это просто лежало в коробках. Мне надо подняться на второй. Но я боюсь. Мне нужно разобраться с розами. Этого я не боюсь. Потихонечку, помаленечку. Все, что в Москве нам не нужно, мы перевезем сюда. И таким образом там не будет хлама. Кстати, у меня здесь есть супер острые ножницы. Точно такие же у меня есть в Москве. Это для курицы разделывать. И сейчас я в эту коробку как раз скину попки. Поменяю водичку и, может быть, поставлю их в один. Этой розочке прям совсем плохо. Если честно, я не уверена, что они смогут ожить. Я знаю такие способы для того, чтобы оживить цветочки, в ванну набрать и положить туда цветы. Но не знаю, конечно, станет ли лучше им в нашей ванной. Отличные ножницы для курицы. Очень хорошо режут. В любом случае я попробую их оживить, а там уж как получится. Хотя я смотрю им вообще не по кайфу. Но это же тоже хороший вроде бы способ. Если вдруг кто-то напишет, что я дурнушка, неправильно что-то делаю, то я же не могу знать все на свете, верно? Напишите тогда свой лайфхак, как оживить цветочки. Не, вот этот прям хорошенький, смотрите. Немножко нагнулся, но ничего еще. Вот этому капец. Я даже не хочу пытаться ему помочь. Вот этому тоже. Такие красивые бутончики. Чего взгрустнули? Да я знаю, что они взгрустнули. Им очень жарко. Ах, мои милые. Очень красивые цветы. Я когда их увидела, просто с ума сошла. Что за муж у меня такой милый? Так, наверное, в этой вазе я смогу все уместить. Я люблю вообще в принципе розы. Я не очень сильно прям люблю готовые такие, знаете, собранные букеты, где все подряд напихано. Бывают красивые собранные, ну, такие готовые, да, букеты, а бывают прям, ну, не люблю, короче, супер оляпистые, типа и такое, и сякое. Вот этой пришел трендец. И этой. Этой тоже. В общем, моя мечта избавиться от всех мышей в этом доме, навести здесь порядок. спать спокойно. Им, конечно, уже нормально так дней. Ну, не то, что прям сильно много, но я думаю, что в Москве они бы дольше простояли, если честно. Хотя казалось бы, да. Короче, заморили мы их жарой. По-другому никак не скажешь. Но их морозить-то тоже нельзя. Мне кажется, Слава приехала. Пушок меня напугал. Я даже не мечтала о мороженом. Я подумал. Привет, мой миленький. Лиф, смотри, Пушок пришел. Пуся пришел. Привет, малыш. Давно не виделись. Ты мой хорошенький. Сейчас я тебя покормлю твоей любимой штучкой. Папа приехал. Пуся, сейчас я тебе дам еду. Мир, ты посмотри, в собачью миску лезет. Да, приехал папа твой. У меня тут просто зверинец, ребят. Пушок, Пушок. На. Миф. Вот этой тоже плохо. Им почти всем плохо. Одна только шикарно выглядит, остальным всем хреново прям. Может листья оборвать? Листья же тоже могут забирать какую-то, не знаю, жизнь. Ну, давайте, мои хорошие, оживайте. Я вас поставлю вот сюда, и здесь будет всегда открыто окно. Дышите. Вот, видите, единственный прям шикарный. А какие они были красивые в самом начале. Ты просто, ума сойти, Пуся кушает. Так, веточка. А мне Слава мороженое взял, я его обожаю. Так, ребят, прежде чем я вам расскажу о том, как я убрала здесь и так далее, и закончу этот влог, потому что я уже попрощалась, уже смонтировала. Я хочу с вами поболтать, потому что, когда я смонтировала влог, я поняла, что он вышел каким-то, блин, коротким на 35 минут. Меня это абсолютно не устраивает. А я такие видео не хочу выпускать. Не, правда, я просто не привыкла к тому, чтобы выпускать видео короче, там, 45 хотя бы минут, поэтому, ну, для меня это странно. я решила немножко с вами поболтать, потому что, скажу честно, в последнее время у меня не такое большое желание снимать видео на YouTube, я не знаю, с чем это связано. Причем, ничего в моей жизни не изменилось, типа, она не стала скучнее, там, еще что-то, ну, то есть, как в понимании некоторых людей она была скучной, такой же она и осталась, да? Ну, как бы, для меня ничего, по сути, не изменилось, просто у меня как будто бы нет такого сильного желания что-то транслировать сейчас, типа, то есть, я делаю все то же самое. Раньше мне было абсолютно легко и позитивчик снять, как я что-то готовлю, как я убираю. Сейчас почему-то я оставляю это за кадром, не знаю почему, если честно, мне это не совсем понятно, с чем это вообще связано. Я не могу сказать, что я снимаю через силу, абсолютно нет, мне в кайф сейчас с вами болтать, и то, что я сегодня показывала, у меня было хорошее настроение, и сейчас хорошее настроение, то есть, у меня все хорошо, но по какой-то, блин, странной причине мне неохота показывать, как будто бы я сама устала от того, что я вам показываю одно и то же. То есть, короче, не знаю, я не знаю, это странно. В общем, я решила написать в своем телеграме, ребята, задавайте вопрос. Сначала я думала обсудить какие-то новости недавние по типу блогеров, которые женятся в тюрьме, но подумала, что это слишком, это меня не касается, и я могу это обсудить только с подружками. Если что, это не сиська, это моя нога, просто я открыла окна, чтобы здесь хоть какой-то воздух был, потому что вообще все просто здесь, здесь, я не знаю, жарище, надо, наверное, меньше делать отопления, не знаю. В общем, не хочу никакие сплетни обсуждать, я вообще считаю, что это неправильно, еще посмотрела интервью, пока убиралась, там нумеролог что-то говорит, что надо быть на высоких каких-то вибрациях, то есть только добро, только любовь, счастье, позитив и так далее, никакого там, не знаю, ну сплетни те же самые, да, что-то такое обсуждать, это тоже низкие частоты какие-то, это нехорошо, низкие вибрации, поэтому надо стараться жить только на высоких вибрациях, дарить любовь, позитив и всего хорошего, поэтому буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете мне в моем телеграме, и я сейчас неудивлена, потому что столько реально крутых, интересных вопросов, что я даже думаю, может быть мне надо немножко отойти от влогов и поснимать каких-то статичных видео, типа ответы на вопросы, может быть возобновить рубрику темы, обязательно напишите об этом в комментариях, и напишите в комментариях, хотите ли вы видеть видео ответа на вопросы, не знаю, просто их так много и прикольно, прикольные вопросы, мне кажется, рубрика темы, которую я тогда, ну как сказать, придумала, просто начала вести на своем канале, она достаточно полезная, потому что я читаю историю кого-то из подписчиков, и мы вместе в комментариях, ну я что-то комментирую, и люди в комментариях могут также дать свой совет, написать свое, не знаю, какое-то мнение, взгляд на данную историю, и человек, который написал эту историю, посмотрев видео, может возможно принять какие-то важные решения в своей жизни, то есть достаточно полезно было, что для тебя важно, семья или дружба, для меня всегда на первом месте стоит семья, это сказано обо мне везде, просто астрологический прогноз, гороскопы, номер, всегда везде, куда бы я ни, какой-то момент своей жизни не смотрела, не обращалась, всегда везде, говорится о том, что для меня карьера никогда не будет на первом месте, для меня на первом месте всегда семья, это родители, муж, дети, все, моя семья, то есть это всегда для меня на первом месте, карьера это конечно прикольно, но мне кажется поистине счастливым человеком меня делает именно семья. Как твое состояние сейчас, как будто устало или грустное? У меня хорошее, нормальное состояние, я никакая не усталая, никакая не грустная, просто какое-то странное такое вот состояние, я даже не знаю, что это, но состояние, когда не хватает, возможно, какой-то обстановки, знаете, изменить что-то, то есть мне нравится, что мы в Москве, на даче, то есть это тоже как-то меняет обстановку, еще что-то, но из-за того, что еще и погода так себе, то как будто бы, ну не хватает какого-то вот огонька, ну не знаю, витамина какого-то не хватает, ну как это, знаете, поехать на море, вот не хватает чего-то такого, возможно, чтобы как-то перезарядиться, что ли, уже решили, где и как будете отмечать Новый год, Если честно, мы об этом еще не говорили, мы это еще не обсуждали, ну, скорее всего, вероятно, мы будем отмечать Новый год с родителями Славы, не знаю, в прошлый Новый год мы отмечали с моими родителями, возможно, этот Новый год будем отмечать с родителями Славы, я пока, если честно, не знаю, как будет, так будет. Спустя год, глядя на вашу свадьбу, изменили ли бы вы что-то в ней? Кстати, надо бы пересмотреть видео с нашей свадьбы, но я помню, в принципе, все, что было, могу сказать так, я довольна нашей свадьбой, я считаю, что она была классная, она была насыщенная, красивая, душевная, романтичная, ну, в общем, все, что вот хорошее, можно сказать, все было хорошо, я, в принципе, всем довольна, конечно же, поесть на свадьбе я не успела, и, наверное, это часто бывает на свадьбе именно у жениха и невесты, что они нормально даже не могут поесть, это значит, что свадьба очень насыщенная, постоянно какая-то активность, движуха, у нас, в принципе, так и было, не было абсолютно у нас времени поесть, потому что то одно, то другое, причем, знаете, ведь у нас же еще были танцы, еще что-то, и вот, и когда для тебя танцуют, прям для тебя, да, то есть как ты жених-невеста, да, понятно, это как бы развлечение больше для гостей как будто, но и для нас тоже, и вот, например, даже грузинские танцы танцуют и смотрят прям нам в глаза, и танцуют, и я думаю, блин, ну как я могу есть в этот момент, да, подумают, что мне неинтересно, некрасиво, ну так, короче, блин, в общем, столько моментов, когда реально не можешь поесть. Я не знаю, что бы я изменила, у нас немножко там по таймингу были такие моменты, что, ну, опять же-таки, их невозможно все равно предугадать на 100%, то есть у нас не было фотосессии в пустом зале, где уже кушаешь и так далее, потому что он у нас тоже был шикарно наряжен, мы тоже кучу денег вложили в декор, именно в зал, и там у нас нет ни одной фотографии, где просто, ну, пустые столы еще, допустим, ну, не то, что не пустые, а как сказать, когда еще гости не зашли туда, и мы просто красивые на фоне, например, нашего стола стоим, еще что-то такого у нас нет, у нас есть просто фотографии, когда уже зал полный гостей, ну, это вообще не критично, в принципе, если честно. Я вспоминаю, как мы быстро старались организовать свадьбу, мне было настолько не то, чтобы пофиг, но просто я думаю, что если бы было больше времени, то было бы больше возможности размусоливать, что-то думать, хочу я такое платье или такое, у нас не было такого, поскольку мы хотели успеть все организовать достаточно быстро, и мы все организовали реально быстро. Я, если честно, даже рада, и сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что то, что у нас получилось за тот короткий срок, который у нас был на подготовку, все шикарно. Я довольна, в принципе, всем, и платьем, и вторым платьем, несмотря на то, что они одинакового фасона были, пышные, то есть там ни рыбки никакие, еще что-то, я, в принципе, всем довольна, у меня нет никаких претензий ни к чему, у нас были и танцы, и песни, и даже Слава пел, и танцы с родителями. Короче, что у нас только не было, и салюты были, и торт был шикарный, и красивая у нас вот эта вот зона, где мы женились, ну или как это называется, алтарь, вот это все, ну, короче, было шикарно. И дедушка мой выводил меня, мы выходили из дыма, ну, короче, все было реально круто, все было реально круто, красиво. Так что, если честно, я даже не знаю, что бы я хотела изменить, мне все нравится, я всем довольна. Ну, мы как-то думали, есть какие-то имена, которые вроде ничего, но, в принципе, что об этом думать, мне вообще кажется, я считаю, что об этом прям реально начинаешь думать, даже не то, что начинаешь думать, когда, грубо говоря, беременеешь, даже не в этот момент, мне кажется, самое логичное, даже, ну, не знаю, логично-нелогично, просто очень часто я слышала такие истории, что имя ребенка приходит матери, прям уже, не знаю, на каком-то сроке, когда она либо вообще рожает, еще что-то, ну, не знаю, посмотрим, конечно, как это будет. Как говорится, чего думать, вот когда придет время, тогда и подумаем. Ну, так думали, конечно, типа, что нравится, что не нравится. Хороший вопрос. На самом деле, когда мы со Славой начали встречаться, я была четко почему-то уверена, что вот обязательно он станет моим мужем, что мы поженимся реально, то есть у меня было такое четкое ощущение, не знаю, я не знаю почему, хотя у нас были моменты, ну, даже в начале отношений, ну, никто же никогда не знает, как в итоге сложится судьба, мы спокойно могли там пару месяцев постречаться и расстаться, ну, всякое же бывает. Хотела бы получить высшее образование, я одна не понимаю, как можно не иметь вообще никакого образования. Ну, начнем с того, что вообще никакого образования, это меня не касается, у меня есть образование. Да, я закончила школу 11 классов, ну и что? Ну, да, я не закончила институт. По поводу высшего образования, это то же самое, что судить о будущем человека по оценкам в школе. Если ты отличник, то ты обязательно станешь банкиром, будешь зарабатывать бешеные деньги и вообще все у тебя сложится супер. Если ты будешь учиться на тройке, то ты будешь дворником, да? Я училась на тройке, четверке, редко пятерке, ну, реально тройке, это прям четверке, да. Я училась на тройке, четверке, но у меня было любимое дело, дело моей жизни, видимо, хобби, которое переросло в мою работу, и я в этом себя чудесно ощущаю и так далее, и так далее. Что стало с людьми, которые учились на пятерке, там, с моими одноклассниками, я не в курсе. Может быть, действительно, они живут той жизнью, о которой мечтали, я не в курсе, мне никто не рассказывал, и, конечно же, это меня не волнует, но я живу офигенную свою жизнь, за которую я благодарна Богу, и меня все устраивает в моей жизни, несмотря на то, что у меня нет высшего образования. И очень многие люди с высшим образованием работают абсолютно по другой специальности, при том, при всем ходят на нелюбимую работу, каждый день грустят, находятся в каком-то, не знаю, депрессивном состоянии, а у меня такого нет. Когда планируешь в Грузию, расскажи немного об этом, насколько знаю, у тебя там есть квартира. Сложно сказать, что, типа, я что-то планирую, потому что я абсолютно не знаю, что будет завтра, но при этом я считаю, что нужно жить сегодняшним днём в наших реалиях, в реалиях нужно жить реально. Вот, знаете, обычно я всегда живу каким-то будущим, завтрашним днём, типа, ой, а что же я буду делать в будущем, а что же это самое, а когда же туда-сюда? Да, но за последнее время я как-то подумала, а зачем я живу вот этим будущим, я не знаю, что вообще там будет в этом будущем. Надо жить сегодня, сейчас, радоваться, не знаю, каким-то мелочам и просто благодарить за то, что имеем сегодня, сейчас. И я не знаю, когда получится поехать в Грузию, я пока не хочу говорить о том, что планирую, не планирую, просто я бы хотела туда приехать. Но, если честно, то, что я видела в интернете, мне даже немножко страшно, с одной стороны, сейчас ехать в Грузию. Во-первых, мне спокойнее всего сейчас здесь, дома, в Москве, в России, мне здесь спокойнее всего, несмотря на всё, то, что происходит во всём мире и так далее, и так далее. Ну, короче, мне намного спокойнее дома. Люди делятся на два типа, те, которым спокойнее где-то в другой стране уехать из России, и те, которым спокойнее здесь, в России, у себя дома, со своей семьёй, со своими близкими. Вот я отношусь ко второму типу людей. Как бы я не хотела поехать в Грузию, потому что меня много чего связывает с Грузией, вы знаете, но я... Короче, я и хочу, но и не хочу, потому что у меня есть разные переживания. Как всегда, я очень часто отвечаю на этот вопрос по поводу ремонта. Когда закончится ремонт и сможете переехать в новую квартиру? Мы не начинали ремонт и пока не начинаем. Хотя у нас уже готов дизайн-проект, который я уже выставляла у себя в других социальных сетях, и обязательно с вами здесь тоже его обсужу, наверное, в следующем влоге. Посмотрим картинки, пообсуждаем, скажу, что мне нравится, что не нравится, что я точно хочу сделать так, как предложили дизайнеры, что я уже не хочу делать так, как предложили дизайнеры, потому что прошло какое-то время с момента того, как был готов дизайн-проект. И, если честно, я что поняла? Очень тяжело. В общем, пока ты не начинаешь ремонт в квартире и не знаешь, когда ты его начнешь, очень тяжело принимать какие-то решения по поводу дизайн-проекта. Я такой человек, знаете, я не то, что не постоянная, как раз-таки не так. Я очень даже постоянная. Если мне что-то нравится, то мне это нравится всегда. И это мой самый любимый. Я, например, ем это каждый день. Ну, типа, вот мне понравились яйца эти, блин, яичницу какую-то делать, глазунью. Я не знаю, я это ем каждый день, потому что мне это нравится. Но вот почему-то то, что касается квартиры, ремонта, дизайна, вот мне сегодня это вроде нравится, а завтра там я уже смотрю какой-то, не знаю, другой дизайн-проект или какой-то фильм или какое-то видео и думаю, блин, так же намного лучше. Зачем мне там такие цвета, если мне нравятся другие, возможно, цвета или такая мебель? А нужна ли мне такая кровать? А вдруг мне нужна кровать побольше? То есть это сложно, это реально сложно, и я даже боюсь, наверное, в какой-то степени ремонта. Конечно, дай бог, мы начнем делать ремонт в квартире, но почему у меня такие странные ощущения по поводу ремонта? Потому что уже на этом этапе, когда дизайн уже, ну, дизайн-проект уже готов, я понимаю, что у меня уже куча сомнений. Блин, а что будет, когда мы будем делать ремонт? Причем тут что-то зависит от меня, там, от других людей, от того, как их руки повернутся и так далее. Ну, не знаю, в общем-то, это все сложно. Почему не заведете еще животное? У нас были когда-то мысли завести еще одну собаку. Мы хотели завести мальтийскую баллонку. У меня почему-то было такое ощущение, что нам нужно обязательно завести вторую собаку, потому что Вивочки одиноко, и когда мы заведем вторую собаку, Вивочка сразу будет счастливой и довольной. А потом я перестала об этом думать, потому что я подумала о том, что странно заводить вторую собаку, не потому что ты хочешь прям вторую собаку, а потому что ты хочешь, чтобы твоей первой собаке было не грустно. Нам не нужны еще животные, нам абсолютно хватает одной собачки. Скажу честно, за одной собачкой тоже надо ухаживать, следить, убирать какашки, пиписьки, купать, целовать, к врачу водить, кормом кормить, на ручках носить. У нас собака это просто как ребенок. И, конечно, я сама в этом, наверное, виновата, мы сами так ее воспитали, но она мой малыш, она у меня вот так вот постоянно, ля-ля-ля, понимаете? Поэтому второй собаке нам точно не надо. Я думаю, что... Думаю, что нам не надо больше животных, поэтому у нас есть одна любимая Вивочка и все супер-классно, клево. Теперь уже надо не животных, а человеков, если вы понимаете, о чем я. Твой брат расстался? Ну, да. Насколько я знаю, да. Ну, насколько мне рассказал мой брат, да. Когда ты поняла, что повзрослела? Если честно, я... Я не думаю, что есть какое-то понимание, типа, о, все, я взрослая. Конечно, в чем-то я думаю, то, что я взрослая, я могу как минимум нести ответственность уже за себя, и действительно я могу обеспечить себя, накормить себя, ну, то есть все. Я как бы, в принципе, все, что касается вот в каком-то, ну, я не знаю даже в каком понимании взрослых каких-то дел, я, да, взрослая, но, конечно, я не во всем взрослая, конечно, мне еще не хватает какой-то мудрости, какого-то жизненного опыта, это нормально. Я думаю, что человек всю жизнь взрослеет, мудреет, умнеет, и это абсолютно нормально, поэтому, чтобы сказать, что я прям повзрослела... Ты рассказывала, что любишь смотреть расклады Таро, скажи, а сама ты этим занимаешься? Я уже давно не смотрю никакие расклады Таро, никакие астропрогнозы на конкретные знаки Зодиака. Я могу посмотреть какое-то интервью с астрологом, Тарологом, которые просто рассказывают что-то, но то, что не касается меня, то, что не касается конкретно моего знака Зодиака, я такие вещи перестала смотреть, скажу почему. Я смотрела, очень часто смотрела Таро, вот я думаю, может быть, вы даже знаете, есть популярные Тарологи на Ютьюбе, Таро прогноз на, не знаю, Козирог на ноябрь, что-то такое, и там высветится женщина, например, какая-то, да, вот, которую я даже смотрела какое-то время. Я перестала все это смотреть, потому что мне сказали знакомые, что это вообще нехорошая какая-то тема, не то, что это женщина какая-то нехорошая, нет, а то, что, ну, неправильно это смотреть, вот эти общие прогнозы, которые выставляются в интернет, потому что ты просто отдаешь всю свою энергию, отдаешь свою какую-то силу, энергию, питаешь человека. То есть, по сути, это то же самое, что вы смотрите мои видео, вы тоже отдаёте мне какую-то энергию, какую-то подпитку, вы оставляете комментарии, это тоже меня подпитывает и наполняет как-то энергетически, что ли. Но наша с вами энергия, она, ну как мне объяснили, она типа светлая, а когда ты смотришь торопрогнозы общие на всех, и не факт, что это правда-неправда, то это уже другая немножко подпитка, потому что ты не знаешь, как человек в итоге распорядиться этой какой-то силой, не знаю. Я все, что делаю, это шутки, шучу, рассказываю про жизнь там, про готовку, то есть ничего такого. А там человек как бы имеет дело с какими-то инструментами, и как он эти инструменты повернет, развернет, никто не знает. Ну, короче, я плохо, возможно, объясняю, но мне сказали, что лучше не смотреть вот эти общие прогнозы, если интересно, если хочется, то надо найти специалиста, и уже которому прийти, заплатить денежку, и он вам лично сделает какой-то прогноз, это будет правильно. А вот эти вот все штуки в интернетах, это типа неправильно. Ну, мне так сказали, и что-то я, короче, реально перестала все это смотреть. Я подумала, да ну нафиг реально, зачем я это смотрю? Во-первых, у меня есть астролог свой, к которому я могу обратиться, и мне расскажут, что да как, и это будет точно, ну, что-то нормальное, что-то здоровое, светлое, и, ну, конкретно для меня, а не для всех. И да, по поводу, занимаюсь я этим или нет, нет, я этим не занимаюсь, я к этому никакого отношения не имею. Что думаешь по поводу того, что Карина Соском сразу планирует показать ребенка, придерживайтесь ли вы со славой данной позиции в будущем, если есть какие-то мысли или уже все по факту? Я к этому отношусь, как сказать, нормально, но не для себя. Я считаю, что каждый человек вправе сам принимать какие-то решения, выбирать, там, показывать ребенка, не показывать. Я к этому отношусь по-другому. Наверное, я бы даже не хотела УЗИ показывать, еще что-то, потому что для меня показать ребенка на УЗИ, это то же самое, что показать ребенка сразу, как только родишь. Даже, наверное, еще как-то, если говорить с точки зрения всяких там, не знаю, примет, не примет, ну, как бы это, опять же-таки, кто в это верит, не верит, но просто для меня это как-то, ну, не знаю, это не мое. Мне это не близко, показывать нерожденного еще ребенка на всеобщее обозрение, тем более, что, да, конечно, есть люди, которые порадуются за тебя искренне, но также есть люди, которые не порадуются за тебя искренне, и особенно сейчас такое время, когда очень много негатива повсюду и везде, я бы не хотела бы показывать, не стала бы, и я думаю, что и не стану, да. Как я уже неоднократно рассказывала, что когда-нибудь, да, когда у нас появится ребенок, мы его покрестим, и только потом покажем. Конечно, всем интересно посмотреть, и, конечно, мы даже думали о том, что фотографии тоже с роддома надо будет сделать, ну, позвать кого-то, фотографа, но не сразу их выставлять, ну, как бы у всех свое, то есть я к этому нормально отношусь, нормально в том плане, что каждый сам решает, и меня это абсолютно никак не заботит, не колышет, абсолютно, но просто я бы, наверное, так не стала делать, вот и все. Я думаю, что ничего не произойдет, если не показать ребенка сразу, не показать УЗИ сразу, просто, возможно, будет меньше охватов, меньше внимания, но для меня, как бы, это не так важно, как, например, какие-то мои, не знаю, вот эти вот мысли, что лучше не показывать сразу, лучше подождать, опять же-таки, суеверная я, несуеверная, еще что-то, ну, как бы, можно считать как угодно, но вполне себе, мне кажется, можно и месяц подождать после рождения ребенка, самой насладиться своим малышом, никому не показывать свое счастье, как говорится, счастье любит тишину, поэтому... А тут уж не знаю, согласны ли вы со мной или нет, у кого какое мнение, но у каждого свое мнение, и каждый вправе решать, как хочет, так и делать. И последний вопрос, ешь ли ты роллы? Я не очень люблю суши, роллы, даже не помню, когда последний раз ела. Единственное, что мне нравится, это, по-моему, это суши, да, или роллы, то, что вот Калифорния с креветкой, это единственное, что мне нравится, я просто путаюсь, кто есть кто, потому что это вообще абсолютно не мое любимое блюдо, ну, не знаю, что-то не мое, если честно. Хотя я так и про пиццу раньше говорила, в итоге могу есть пиццу, ну, как-то с возрастом, со временем подумала, о, в принципе, неплохо пицца. Единственная пицца, которую я могу есть, это дабл пепперони, и то не могу сказать, что прям фанат, могу съесть только два кусочка, и все. В общем, я ответила на все вопросы, так что смотрите, как я убралась, и буду с вами прощаться. Так, ну что ж, я пропылесосила, полы не стала мыть, протерла столы, пыль протерла, все здесь разложила, мусор убрала, вот, все мисочки, вот эти штучки, подстилочки тоже помыла Вивочкины, а потом я пошла пропылесосила на втором этаже, вот так, вот так, вот так, меня там напугала жутко муха, сейчас вообще мухи какие-то странные, потому что они, еще я переделась, потому что я испачкалась, мухи какие-то сумасшедшие, потому что они, видимо, подыхают или засыпают, я не знаю, они падают просто с потолка на меня, и меня это жутко пугает. Вот, тут тоже все чистенько, здесь везде все пропылесосила, На кухне тоже все разложила, убрала, поставила сюда цветочки, помыла раковину. Ванну тоже здесь раковину помыла. Ну, в общем, помыла как могла. Там тоже все протерла, здесь тоже все протерла. Загрузила посудомойку. Ну, понятное дело, здесь тоже все убрала, вещи разложила. Осталось только вот это, но я пока не знаю, куда это девать. Вот. Ну, тут ничего такого. Короче, все разложила, повесила. Отнесли на второй этаж те коробки чемодана. Потом подумаю тоже, что делать с теми шариками водными. Ну, и, собственно говоря, на этом все. Вот так вот. Не знаю, наверное, сейчас пойдем продолжать смотреть великолепный век. Спасибо, что смотрели этот влог. Надеюсь, что он вам понравился. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока!